Что будет сказано, хочу сразу же сказать, на это меня не уполномачивали ни патриархия, ни митрополия, ни епархия. Все, что будет здесь сказано, это есть мое субъективное мнение. Возлюбленные братья и сестры и христиане, поздравляю вас с наступающими праздниками Ловещей и Престойной Родицы, неделей Вайги и Родного Воскресения. И хочу сказать, что вот с этих дней начинается целый передач, в основе которых лежит мое субъективное мнение. Мой субъективный взгляд на происходящее вокруг события. Итак, прошлое воскресенье состоялось в одном мероприятии, которое прошло как бы не очень замеченным, особо. Не было такого ажиотажа большого, хотя заявлена была большая акция, на которую приглашалось очень много людей. Вы даете нереальные планы. Представители Украинского Совета Церквей, 9 конфессий, работители 9 конфессий подписали воззвание, которым призвали 2 апреля, воскресенье, выйти всех на площади городские, во всех городах и провести совместную молитву о мире Украины и победе над врагами. Акция была заявлена громко, но тем не менее, вечером я начал смотреть СМИ, что об этом говорят. Были очень скромные упоминания. Я понял, что по появившейся видеовой фотографии, что не так стало, а гроталось. То есть заявлено было, что будет много людей, а пришло очень незначительное количество. Жалтые зрелищи, душераздирающие зрелищи. Даже несмотря на то, что в некоторых городах, таких как в Николаеве, а может и во всех, я не знаю, но вот всплыл факт о Николаеве, в мэрии городской было разослано приглашение во все учреждения образования, в которых приглашались все туда для участия в рекламеннической молитве. Кстати, сразу же хочу сказать, что в Николаеве было довольно большое количество людей, чьи мы такие послушались и решили не ослушиваться. Чтобы не быть голословным, я провел небольшой мониторинг того, что пишут в СМИ. Сейчас некоторые результаты мы увидим. Мы видим фото, где было видеоматериалы, видеоматериалы, частички, фрагменты, в которых рассказывается о том, как происходило это событие в разных городах. Ну вот, например, посмотрим в западных областях Украины, где как раз большая поддержка вот этих заявленных конфессий. Судя по фото в Ужгороде, людей было немного. Основная масса – это люди в камуфляже, ну, очевидно, то ли воины АТО. Чувствую, что в многих городах воины АТО пришли на эти акции. Ну, во-первых, потому что, очевидно, они сами знают, что такое война, и они реально хотят, чтобы был мир. А во-вторых, очень крепко братство у этого воинства, и посему этим часто пользуются те, которые возглавляют братство АТО. Вот, и они призывают их на всякие акции, договариваясь об этом с теми или иными людьми. Но я еще раз хочу сделать ударение, не все, а некоторые из них этим пользуются. Потому что, когда призывают, они собирают их всех, они собираются. Тем более, что для человека мало сведущего тонкостей всех канонов. Какая разница, кто-то молится, а вот главное, чтобы был мир, да? Поэтому много людей в камуфляже было на многих мероприятиях. Вот в Ужгороде основная масса людей в камуфляже, людей, которые сзади, людей, которые присутствуют на мероприятиях не в камуфляже, очень мало. А в Черномцах тоже особого жаления мы не замечаем. Я хочу сделать сразу ударение, я хочу сразу же сделать ударение. Это, я показываю фотографии мероприятия, в котором должны были принять участие 9 конфессий. Из них греко-католическая церковь, немалочисленная, автокефальная церковь. Из них самое главное, что Киевский патриархат, глава которого сейчас заявляет о том, что это очень сейчас ум, совесть и честь нашей державы. Что потоками нескончательно переходит в их организацию из нашей церкви люди. Ну вот, по результату видно, да, когда мы видим, что 9 конфессий здесь собрались, то это еще вот на этих патриархах не все являются членами Киевского патриархата. Там есть много протестантов, которые слушают своих пастырей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. В Тернополе, ну здесь одно видео показывает шествие, так называемый крестный ход. Там много людей, они, ну это в основном зеваки, которые увидят, что несут крест, они останавливаются, смотрят там крест, и все. Ну, открывая второе видео, в котором показывается само мероприятие на Тернополе, то, извините, в Тернополе очень мало людей. И Тернополе, в том городе, где переходят храмы, переходят, ну в кавычках, переходят, добровольно переходят в их конфессию из нашей конфессии. И вдруг такое мало-малое количество людей на площади во время этого мероприятия. Я даже хрен знает, что в таких случаях говорить. Ну вот, в Крепельницком тоже небольшое количество, камера направлена на десяток людей в рясах, а людей, которые пришли туда, если не туда пришли вообще, не показывают. То есть, мы даже не знаем, были там они или нет. В Венеции небольшое тоже количество людей, очень немного здесь их присутствует, как мы видим. Опять же, для девяти конфессий это незначительное количество. В Харькове тоже, вот мы видим, стоят воины АТО. Камера неоднократно переходит на их лица, медленно проходит по их лицам. Но, когда смотрим на задний план, то видим, что людей почти нет. Самое большое количество людей, как я увидел, это в Ивано-Франковске. Да, там, ну это действительно, это плод, так сказать, киевской Батриархаты. Это одна из самых мощных их, так называемых, хиппакий. Там людей было действительно много. Они заявляют, что 40 тысяч, но проверить это невозможно. Но я сразу же рад, что людей было много. По сравнению со всеми городами остальных, было много. По сравнению даже с городом Киевом. В Киеве, на Софийской площади, представители девяти конфессий. Как вы думаете, этого достаточно? То для Киева, это очень и очень мало людей. Это точно. Ну и, наконец, наш родной город, город Херсон. Вот, в нем тоже людей очень мало пришло на это мероприятие для такого количества конфессий. То есть, можно сказать, что получился полный пшик. Это какой-то позор. Почему я затрагиваю эту тему? Ну, вот, можно было бы и не... Можно было бы об этом и не говорить. Правильно? Ну, было и было. Сейчас, без чего вконять будем? Ну, я всегда болезненно воспринимаю нападки на нашу церковь. И вот некоторые из этих, так называемых, спикеров Киевского патриархата решили прокомментировать, опять же, неприглядно нашу церковь. Ну, например, есть один такой у нас известный чудотворец, и фамилия у него такая, соответствующая, Сергий Чудинович. Вот что он заявил после окончания этого молитва. Это наша молитва. Не стоит ее путать с молитвами, которые проходят в УПЦ и МП. Там молятся за абстрактный мир, который должен упасть с небес. Мы же связываем достижение мира только с победой над рогами Украины. Это просто праздник какой-то. Во-первых, неуважаемый мой господин Чудинович, можете не бояться, люди не спутают. Люди не спутают. Как же можно спутать настоящую, искреннюю, глубокую и прочувственную молитву с вот этим? Во-вторых, с настоящей молитвой людей палгой не догонишь, если идет настоящая, если не молитва. А не нужно на нее палгой загонять, как это присадило, например, Николая. В-третьих, я хотел бы вам сказать, мир не бывает абстрактным. Он или есть, или его нет. Потому все эти ваши сентенции в отношении того, абстрактный мир, не абстрактный, победа, не победа. Мир – это когда они убивают наших детей, когда они рвутся снаряды над головой, когда они разрушаются, наши дома. Вот это мир. В наших церквях постоянно на каждом богослужении молятся о даровании мира в Украине. Перед престолом Господним не на улицах, а перед престолом Господним, на котором восседает Он. И именно с небес мы ожидаем этого мира. Он должен, этот мир должен прийти с небес. Иначе вся ваша акция теряет смысл. Кому вы тогда молитесь, если вы не ожидаете с небес мира? И еще хотелось бы сказать, что люди действительно не путают настоящую свою молитву с вашими. Вот видео, на котором изображена молитва за мир в Херсоне. Итак, эта молитва происходила в 2015 году. А это фото в этом году, 2 апреля. Вы заметили большую разницу между количеством людей тогда и сейчас? Картина маслом. Очевидно, люди перестали путать, где же настоящая молитва после этого. Потому что логичество пришло к вам. Еще один спикер Киевского патриархата Александр Дедюхин накануне этого молитва пишет, публикует на своей странице воззвание девяти ругодителей конфессий с призывом выйти на эту экуменическую молитву. И мне же было, пишет приписочку. Что, московский патриархат там не ищите, его там нет? Ай, молодец! Ну, намекает, что вот такой плохой московский патриархат мира не хочет. Да, действительно, московского патриархата там нет. Я вам скажу уже больше. Там нет и украинской православной церкви. Почему? Ну, я уже сказал раньше. Каждое благослужение у нас завершается молитвой о мире, которая совершается у престола Господня. И этого достаточно. Но и даже не это, не в этом суть. Вот если бы вы, граждане Дедюхин, были священником, вы бы знали, что 45-е правило святых апостолов, то есть это даже не вселенских соборов, где святые отцы, которые тоже не имеют непреревикаемого авторитета нашей церкви, это самих святых апостолов. 45-е правило. Глазит о том, что епископ или пресвитер, или геатер с еретиками, молившийся токму, да будет отлучен. То есть только моливший, даже молившийся только с еретиками, должен быть отлучен. То есть молитва с католиками и протестантами для православного, это автоматическое отлучение от церкви. Автоматическое, согласно 45-го правилам святых апостолов. То есть даже если на минуточку представить, что вот накануне 1 апреля вдруг, непонятно почему, киевский патриархат была бы признана православной церковью, то уже 2 апреля, участвуя в этом экуменическом молитве, она бы была отлучена от церкви. В этом же посте гражданин Дедюхин сообщает о том, что в 2014 году церковь, их так называемая церковь, киевский патриархат прекращает молиться за власть, и через 3 дня Янукович сбежал из страны. Ох, вы эти сказочки! Ох, вы эти сказочки! Ну, я специально подождал 3 дня, я не снимал этот сюжет для того, чтобы увидеть результат этого. Ну, мир не наступил, к сожалению, даже несмотря на перемирие, которое было объявлено, все равно продолжают рваться снаряды, продолжают угибнуть люди. Но гражданин Дедюхин выкрутился из этого. Следующий пост, он пишет, что вот, видите, мы помолились 2 апреля, а уже через несколько дней в Санкт-Петербурге произошел теракт. То есть, вот связывая эти два события, он связывает как... То есть теракт в Санкт-Петербурге, он связывает как прямое следствие того, что они помолились 2 апреля в эквеменическом этом молебре. Я решил посмотреть в сети, что же там происходит с терактами и совместными молебнями. Я был ошеломлен. Я потрясен. Потрясен. Да, действительно, смотрите, слушайте. Итак, 20 марта 2015 года в Зарваннице произошел совместный молебен о мире. В тот же день в Йемене произошел теракт, в результате которого погибло 150 человек и ранено 345. 10 октября 2015 года произошел совместный молебен этих всех конфессий. В тот же день, в тот же день произошел самый крупный теракт в Турции. Самый крупнейший теракт. Погибло 95 человек, 246 ранено. 9 мая 2016 года был молебен. 11 мая произошли теракты в Багдале. Даже небольшие совместные молебны, вот как был 2 февраля 2016 года в Тячеве, это было 2 февраля 2016 года. 9 февраля в Ниеве произошел теракт, в результате которого приглашено за человеком. Чего? Откаблучиваешь, да? Я вот сейчас думаю, может быть, пора запретить эти совместные молебны. Ибо вот именно, как мы видим, после этих молебнов происходят крупные теракты. И если вдруг руководители других стран обратят на это внимание, то мы будем иметь большие проблемы. Я думаю, что пора уже приобретить эти молебны. Ибо иначе мы не знаем, что будет дальше. Где в следующий раз рванет. Ну, теперь серьезно. Нужна ли молитва Миря? Да, молитва нужна. Молитва нужна повседневная. Молитва нужна искренняя. Молитва нужна на каждом прослужении. Мы должны молиться, и преследить Господь о том, чтобы наконец-то наступил мир в нашей державе. Для того, чтобы прекратили гибнуть дети, чтобы прекратили гибнуть мирное население, чтобы прекратили гибнуть наши воины. Об этом мы должны молиться Господу. Но мы не должны превращать это в политическое шоу, в пиар-акции на всяких улицах. Это должна быть молитва в храме. Если молятся православные, они молятся в своих храмах. Если молятся католики, пусть молятся в своих храмах. Каждый пусть молится в своих храмах, для того, чтобы Господь услышал нас. Вновь заключение, возвращаясь к этим двум спикерам, мое субъективное мнение. Цирк уехал, но у меня такое ощущение, что кто-то остался. Спасибо Господи, до свидания.